Здравствуйте, дорогие друзья! Центральная городская библиотека имени Ломоносова предлагает познакомиться с творчеством архангельского художника и поэта Ирины Неумойной. Ирина Неумойна – автор книг, слова которого нет, «Пять минут одиночества», «Апельсиновый суп», сборника «Санят души», куда включены стихи и графика. Иллюстрации Ирины Алексеевны вошли в книгу монахини Евфимии Пащенко «Светильник Северной Фиваиды». Поэтесса является участницей литературного объединения творчества, которое действует при библиотеке. Ирина Алексеевна расскажет о себе и своем творчестве, прочитая стихи. Добрый день, дорогие друзья! Я хочу вас познакомить с своим творческим миром. Вообще я родилась в Архангельске, закончила Народный университет искусств московский и всегда была как бы художником. И у меня были выставки здесь, за рубежом. Но однажды у меня наступила творческая пауза, как у всех творческих людей это бывает. И я стала как бы совершенно случайно записывать картины в словах. И таким образом я приобщилась, так сказать, к литературному творчеству. Мне повезло, что мои стихи попали к нашему северному известному писателю Анатолию Левушкину, который дал мне такую рекомендацию хорошую. Мои стихи, хотя стихи были совершенно неожиданные такие. Вот я сдала вот такую книжечку, слова которого нет. Первая моя брошюрка такая, можно сказать. И отсюда пошло мое творчество. Я сейчас прочитаю вам одно стихотворение, самое первое, которое было начинанием на этот путь. Игра в мыльные пузыри. Глядя на белую и черную зебру, Я перевертываю сознание мыльных пузырей, что так хвастливо обнажаются друг перед другом, едва касаясь пыльного слоя повседневности. Я закручиваю мимолетным ветром расплавленный металл, и при этом горечь слизистого ила всегда присутствует в стеклянном осадке чувства и ежесекундно кусающего язык привкусом горького перца, только что срезанного лезвием и омытого студеной водой, отчего жирные осколки лжи не хотя лопаются от разряда и исчезают из вида, рассеивая туман и налет слов мертвого совершенства. Играя и бесстыдно обнажая пустоту, я смотрю на белую и черную зебру. Вот это было первое мое стихотворение. И, в общем-то, ну, как бы меня так настолько оценили, и я даже удивилась, потому что я всегда считала себя художником. И вот после этой книжки мне даже присутствовали премию как молодому автору в Союзе писателей. И я издала следующую книжечку «Уже пять минут одиночества». Такой маленький сборничек, в котором тоже повторяются и эти стихи, которые вошли в первый брошюрный сборник, и новые стихи, более проще, и новые совершенно. И сейчас я хочу прочитать вам одно стихотворение, такое лирическое, называется «Напрасные слова». Слов не надо, они, как круги на воде, Через мост долгих лет дождь несу в решете. У меня жизнь одна, как былинка в руке, Всем нам облаком плыть по небесной реке. Слов не надо, они обманут, обожгут. Я не вправе судить, ты не босс, не обут. Как от солнца закроюсь я ситом от глаз. Слов не надо, и так, все понятно, без фраз. Вот такая маленькая книжечка. Так получилось, что в один момент я взяла за правило отмечать свои дни рождения и выпуском новых сборников и дарить их друзьям. Ну, строить презентации, встречи. Вот первым таким большой работой стал сборник, альбом даже такой сказать, «Сонет души». Поскольку я художник, как я уже говорила, то здесь были мои графические работы, которые давно хотели люди как-то смотреть их. Можно потом показать, да, немножко? Вот. И они также сопровождаются такими небольшими эссе. Интересно в том, что этот альбом, он издан на двух языках. Английский. Вот. И сейчас я вам прочитаю несколько эссе из этого альбома. «Мы любим так, как позволяет нам любить душа, а за порогом осени всегда остаются опавшие листья». Или вот, например, такой. «Озвуки рождённые, услуги рождаемые, так проникновенно молчание». Ну, вот такие вот картинки, такие вот различные маленькие стихи. Следующий день рождения у меня был интересен тем, что я впервые попробовала себя как иллюстратор детской книги и проиллюстрировала такую книжку, задумала, сюжет, который я прожила в детстве. У нас книжка называется «Апельсиновый суп». Значит, эта история случилась со мной, когда папа мне сварил суп из апельсинов. Вот. Я сама её проиллюстрировала, написала, сверстала. И вот хочу вам тоже прочитать это стихотворение детское. Как-то мама заболела. Что сегодня на обед? Ни одной вкусняшки в доме. Нет компота и котлет. Пригорела утром каша, убежало молоко. Нынче повар просто папа, а у папы ел полно. Съела лишь морковь на завтрак. Пропустила я обед. Всё невкусно, несъедобно. Аппетита нет и нет. Чай с вареньем, булка с маслом, без горячего везде. Если буду я голодной, вдруг привяжется мигрень. Накормить бы надо дочку, думал папа. Да скорее. Но признаться, не умею каш варить ей борщи. Он пришёл из магазина, огласил своё меню. Я купил три апельсина. Из них суп тебе сварю. Удивилась. Вот картина. Он в кастрюлю положил курицу и апельсины, чтоб навар вкуснее был. А затем лапшу, картошку, лук, морковь, сельдерей. Всё как будто по наружку, по игрушечному в ней. Может, папа-повар шутит, но в тарелке у меня золотые апельсины плавают средь бела дня. Словно лодочки морские, дольки яркие, большие. По горячим по волнам из заморских дальних стран в перемешку с овощами переплыли океан. Мама, мама, суп отличный, аппетитный, вкусный, сытный, цитрусовый, экзотичный. Папа-повар необычный. На здоровье, мама, кушай, вмиг поправишься, послушай. Ведь в бульоне витамины, дольки солнца, апельсины. Вот такая книжечка детская. Ну и следующая моя книжка, такую значимая, стала вот такая большая книга «Светильник Северной Фиваиды». Но в этой книге я была не как автор, но как автор повествования, а как иллюстратор. И вот как бы... Тут давайте по-другому немножко. Ко мне обратились Игумен Феодосий Сийского монастыря и предложил мне проиллюстрировать вот эту книжку. И вот я сделала очень большую работу, проиллюстрировала ее. Книга предоставлена к празднованию Антония Сийского. 500-летие было Антония Сийского. И вот эта книжка. Наверное, вот так и все. Спасибо. Всего хорошего. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...